Жил в древние времена один молодой работящий крестьянин. Был у него свой хутор с обширными пастбищами и много-много овец. И вот он женился. Жена ему на беду попалась бездельница и лентяйка. Целыми днями она била баклуши. Даже обед мужу и то ленилась приготовить. И муж ничего не мог с ней поделать. Однажды осенью приносит он жене большой мешок шерсти и велит за зиму всю ее спрясть и выткать из нее сермягу. Сермяга – это грубое толстое сукно из некрашенной шерсти. Жена даже не взглянула на шерсть. Время идет, а она и не думает приниматься за работу. Хозяин нет-нет, да и напомнит ей про шерсть. Только она и ухом не ведет. Как-то раз пришла к хозяйке огромная безобразная старуха и попросила подаяния. «Я тебе помогу, но и ты должна оказать мне одну услугу», ответила хозяйка. «Это справедливо», – сказала старуха. «А что я должна для тебя сделать?» «Спрясть шерсть и выткать из нее сермягу», – ответила хозяйка. «Давай сюда свою шерсть», – сказала старуха. Хозяйка притащила весь мешок. Старуха вскинула его на плечо, как пушинку, и промолвила. «В первый день лета я принесу тебе сермягу». «А как я с тобой расплачусь?» – спросила хозяйка. «Ну, это пустяки», – ответила старуха. «Ты должна будешь с трех раз угадать мое имя». «Угадаешь, и ладно. Больше мне ничего не нужно». Хозяйка согласилась на это условие, и старуха ушла. В конце зимы хозяин снова спросил у жены про шерсть. «Не тревожься», – ответила жена. «В первый день лета сермяга будет готова». Хозяин промолчал, но заподозрил неладное. Меж тем зима шла на убыль. И вот замечает хозяин, что его жена с каждым днем становится все мрачнее. Видно, что она чего-то боится. Стал он у нее выпытывать, чего она так боится. И в конце концов она рассказала ему всю правду. И про огромную старуху, и про шерсть. Хозяин так и обомлел. «Вот глупая, что наделала», – сказал он. «Ведь то была не простая старуха, а скесса, что живет здесь в горах. Теперь ты в ее власти, добром она тебя не отпустит». Как-то раз пошел хозяин в горы и набрел там на груду камней. Сперва он ее даже не заметил. И вдруг слышит, стучит что-то в каменной груди. Подкрался он поближе, нашел щель между камнями и заглянул внутрь. Смотрит, сидит за ткацким станком огромная безобразная старуха. Гоняет челнок, смеется и поет себе под нос о том, что никто не знает, как ее зовут. А имя ее – Гилитрут. «Иткет себе да ткет!» – смекнул хозяин, что это та самая скесса, которая приходила к его жене. Побежал он домой и записал ее имя. Только жене об этом ничего не сказал. А тем временем жена его от тоски да от страха уже с постели подниматься перестала. Пожалел ее хозяин и отдал ей бумажку, на которой было записано имя великанши. Обрадовалась жена, а все равно тревога ее не отпускает, боязно, что имя окажется не то. И вот наступил первый день лета. Хозяйка попросила мужа не уходить из дома, но он ей сказал, «Ну нет, ты без меня со скессой столковалась, без меня и расплачивайся!» И ушел. Осталась хозяйка дома одна. Вдруг земля затряслась от чьих-то тяжелых шагов. Это явилось скесса. Хозяйке она показалась еще больше и безобразнее, чем прежде. Швырнула скесса на пол сермягу и закричала громовым голосом, «Ну, хозяйка, говори, как меня зовут!» «Сигни», — отвечает хозяйка, а у самой голос так и дрожит. «Может, сигни, а может и нет, попробуй-ка угадать еще разок!» «Оса», — говорит хозяйка, — «может, оса, а может и нет, попробуй-ка угадать в третий раз!» «Тогда не иначе, как гилитрут», — сказала хозяйка. Слыхала скесса свое имя и от удивления рухнула на пол, так что весь дом затрясся. Правда, она тут же вскочила и убралась в Свояси. И с той поры в тех краях никто ее не видал. А уж жена-крестьянина была рада Радешенька, что избавилась от скессы. И с того дня ее будто подменили. Такая она стала добрая и работящая, и всегда сама ткала сермягу из шерсти, которую осенью приносил муж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова